Я купила себе маслины вяленые. Сказали, что они не очень соленые, потому что в прошлый раз я взяла какие-то очень соленые маслины, но они все равно вкуснее наши, даже если соленые. В этот раз я взяла маслины подороже, сто десяти грамм на два лева. Обычно бывает совсем почти бесплатно. Мы вышли с другой стороны. Здесь есть там Билла с заварючками. Я там покупаю газетки с рецептами. Они не всегда бывают, но какие-нибудь другие интересные газетки можно купить за один лет, за 40 статинок бывают. Мы, наверное, пойдем сейчас в сторону дома по улице и посмотрим, что тут изменилось. Я вам покажу, где я покупаю кофе. Вот это Джамия. Всем известная. Турецкая. Там еще одна есть в центре очень красивая, похожая на эту. А это... в центре религии. Здесь, я знаю, что этот центр состоит из разных религиозных церквей. Одна одна, другая, другая. Тут русская церковь есть тоже, но она находится не здесь. Вот видите, вот там милицейское отделение, вот это ВМРО. А вот здесь продают кофе. Вкусненький, дешевенький. Вот это всякими шоколадками, ликерами. Есть некий, можно купить. Мы купим и почитаем новости. Вот так. Ну так как сейчас у нас дома есть кофеварка, я уже стала пить кофе дома. Дальше. Вот смотрите. Билла находится вот здесь. Магазин. Вот здесь, на этой улочке. А метро находится вот там. То есть, чтобы ближе добраться. Или вот где мы заходили. Мы пойдем вперед по Пиротской. А, вот Билла. Ну, я говорю, что я уже забыла расположение улиц. Вот. Вот Билла. Ну, чтобы сейчас купить продукты и все таскать, нет смысла. Мы купим что-нибудь поближе к дому. Сейчас пока просто насладимся прогулкой. Вот в этом магазине все время отбивают акции. Вот и сейчас, видите, цены приемлемые. Я от нее с этого магазина начала одеваться. Второй раз туда приехала. Билли, у меня есть карта. Там где-нибудь можно будет сэкономить 2-3 лево. Потом здесь на этой улице стоят, как их называют, видеокамеры везде. И в гугле есть еще такие панорамные виды на эту улицу. И можно посмотреть подробно. Не знаю, как сейчас они обновляются. Вот в эти узкие налево-направо проходы я не захожу. Просто иду все время прямо. И налево-направо заходишь в магазины. Где-нибудь что-нибудь находишь, меряешь. Но не все магазины любят, чтобы просто у них тут ходили и смотрели. Обычно нужно что-то искать целенаправленно и желательно покупать. Или не очень долго. Но это во всех европейских магазинах, я думаю, так. Только в таком городе, как Москва, можно просто ходить, пробовать, смотреть, разговаривать. А, я сейчас еще вас заведу в один китайский магазин. Точнее, вас не буду заводить, просто покажу, где он находится. Он находится в следующем пролете справа. И там я была уже два раза. И, в принципе, там много соблазнов. Тут таких любителей всяких приправок, мелких всяких красот китайских. Потому что балгарские, в принципе, все уже знаю, что можно ожидать. И какие-то новинки, которые появляются, они обычно первые появляются в интернете. И вообще, все, по-моему, уже переехали на интернет-торговлю. И то, что вот здесь остается, это уже скидочные какие-то варианты. Вот здесь есть еще индийские магазины. А вот он с кристаллами. Нет, написано Лондон. Ну, это чисто индийский магазин. Вот, видите, всякие бусинки. Тут я тоже что-то покупала. Потом у меня все это валяется. Никому не нужно. А мне тем более. Так. Ну, вот там вы видели по пути кафе одно. Самое популярное, где собираются дамы, назначают встречи. И вот здесь справа дальше, если пройти, начнется женский позар, так называемый. Сейчас я обогну эту мусорку. Вот улица Царь Самуил. И вот этот китайский магазин. Видите, улица Царь Самуил. И здесь, если пойти дальше, тоже можно попасть на этот женский базар, который центральный считается рынок. Там и одежда бывает, и фрукты, овощи очень дешево. Приезжают и по воскресеньям люди. Но он работает каждый день. Ну, я сейчас не пройду, потому что я знаю, что у меня будет много всяких соблазнов. И чтобы туда что-то зайти купить, надо знать, чтобы второй раз мне возвращаться. Ну, давайте я вас доведу до рынка. Видите, вот такие вот маленькие кафе вот такого плана. Они, в принципе, везде. Вот видите, пиво можно попить. Раз называется каменица, значит, кофе можно попить и пиво. Если вы вдвоем. Актики тоже здесь очень часто встречаются. Я вас веду по маленькой улочке. По центральной, она в основном прогулочная. И вся такая праздничная. Вечером люди гуляют. И утром люди гуляют. Но я люблю утром. Потому что там меньше народу. И все мои магазины, чтобы обнаружить, в которых я там что-то хотела купить. Лучше идти с утра в церковные лавки, типа наших. Да, с одной стороны, приятно приехать. А Софию когда-то там давно не был. С другой стороны, так грустно видеть все вот это вот развалины. Все вот эти, например, ненужности для меня. Ну вот чашку, видите, когда я искала чашку лет 10 назад. Чашку с крышкой я хотела в подарок. Мне все заказывали, привези нам чашку с крышкой из Москвы. И сегодня, когда я их вижу, я все время вспоминаю, что я не могла их очень долго найти. Есть мед. Так, что мы купим на рынке, если мы дойдем? Помидоры нам привезли из села. Местные вкусные, сладкие. А, здесь я покупаю сыр и рынцу, молоко. Еще вот такой тип самый старый. Это первый старевший трамвай. А, это уже поновея, но он тоже очень старый. Так, мы хотели купить приправки. Да, вот точно за трамваем. Ларек с приправами, с семенами всевозможными. Сейчас пойдем. Вот здесь уже улица, видите, как называется Калдарымы. Калдарыми вот эти вот камни вручную укладывались, так же, как у нас на Красной площади. Кому это интересно. Так, вот смотрите. Вот, видите, всевозможные орешки, орешки, орешки. Вот этот мунг горошек, который сейчас очень моден, популярен. И его все едят, потому что он богат и витаминами, и минералами, и ничем их не заменить. И он очень мягкий, не так, как горох, действует на ваш организм. Так, ну вот. Опять я с вами прощаюсь. Рынок я вам показала. Он тянется дальше, дальше, туда, вперед, до следующей станции метро. То есть, если вы здесь пройдете до конца, вы можете попасть на другую станцию метро. А фрукты, овощи в начале и до конца. Вкусный виноград можно купить.